О Маргарите Перхиной, руководителе ансамбля песни и танца строителей казахстанской магнитки, сейчас рассказывают молодежи. Она научила танцам сотни людей, и этому не помешало даже отсутствие одной ноги. Танец на колючей траве – именно эта фраза стала эпиграфом к рассказу о нелегкой судьбе женщины, которая провела юность в концлагерях. В этом году ей исполнилось бы 90 лет. Юбилей нашего города – это праздник тех людей, которые строили Тимиртал. И память об этих людях – это не всегда что-то физическое, не обязательно какие-то дворцы, не обязательно какие-то здания, стадионы. Это может быть и то, что составляет душу нашего города. В 1959 году во Дворце культуры строителей объявили кастинг на участие в ансамбле песни и танца. На призыв откликнулись несколько сотен молодых людей. Для руководства новым коллективом из Караганды приехала молодой хореограф Маргарита Перхина и уже через полгода выпустила свой первый концерт. Ансамбль быстро снискал славу и получил звание народного. Ездили с гастролями и в Алма-Ату, два раза прямые ездили, в 66-м и в 67-м, ездили в Петропавловск, ездили в Москву. Каждый из участников из наших может сказать такую фразу, что я счастлив, что в моей жизни встретился такой человек, как Маргарита Александровна Перхина. На базе ансамбля Перхиной сформировался агиттеатр особой романтики, который в сценках и песнях рассказывали о технике безопасности строителям магнитки. Отсутствие возможности показать задуманный танец она компенсировала умением объяснить его в теории. Руководитель ансамбля «Вдохновение» Баглан Кайдасынова вспоминает, что Маргарита часто называла ее своей правой ногой. И ей удивительно повезло работать с таким профессионалом. Это очень талантливый человек, очень неординарный, у нее очень интересные всегда были постановки, очень интересные костюмы, задумки. И еще в детстве занимаясь, я тогда мечтала попасть к ним в ансамбль танцевать. Но когда я уже повзрослев, приехав сюда, я уже не танцевать туда попала, а получается работать. Коллеги и ученики вспоминают Маргариту как человека многогранного. Она была и хореографом, и балетмейстером, и режиссером-постановщиком, свободно говорила на шести языках. Перхина работала во Дворце культуры в немецком драматическом театре, занималась репетиторством, учила людей немецкому языку. И даже пенсия не остановила ее танец. Работать хореографом она продолжала до 70 лет. В конце весны следующего года ансамбль «Вдохновение» подарит зрителям номер в память о Маргарите Перхиной. А экспозиция «Танец на колючей траве» продлится в музее две недели. Светлана Кудрина, Светлана Лебедева, Дмитрий Поленов. Новости Тимиртаум.